Максим Инарович, вот вы смотрели инаугурацию Зеленского, это такая, как по вашему мнению, копирка слуги народа? Нет, ну почему? Это государственная процедура введения в должность высшего политического лица Республики Украина. Чего уж так про Украину-то говорить, как про какой-то несуществующий фейл-стейт. Это мы уже прошли, это в 2014-2015 году наши телеканалы были полны этой трескотнёй. Украина это государство, в котором есть свои процедуры, которое пребывает в тяжёлой трагической ситуации гражданской войны, которая была развязана после Майдана олигархическими верхушками, которые пришли к власти на Майдане. Первым из этих людей является Пётр Порошенко, в отношении которого сегодня, между прочим, было подано заявление на возбуждение уголовного дела. Порошенко ни много ни мало обвиняется в государственной измене, ему вставится в вину. Что помните ту историю с тремя кораблями, которые, украинские корабли, которые вступили как бы в Керчевском проливе якобы в бой, в ходе которого было, по-моему, ранено четыре украинских моряка, взято в плен 28, и три корабля, собственно говоря, были тоже захвачены российским военно-морским флотом. Так вот, Порошенко обвиняют в том, что он сознательно это всё сделал для того, чтобы развязать войну с Россией и отменить выборы президентские и так далее. То есть его обвиняют в государственные изменения, в преступления. Поэтому я не думаю, что Зеленский пойдёт этим путём. И говорить, что Зеленский пойдёт путём Порошенко, это серьёзное преувеличение. Пока Зеленский абсолютно нормально, демократически, на той волне ненависти, которую испытывает народ Украины, к власти майданной власти, к власти Порошенко, стал президентом. Не то, чтобы Зеленский не был сторонником Майдана. Зеленский, наоборот, постоянно подчёркивал и в 95-м квартале, и так далее, что Майдан, там очень много правильного. Ну, и я всегда говорил, что в самом движении граждан Украины, в их восстании против коррупции, против криминала, против власти олигархата, которые подменили собой украинское государство, тоже было много правильного. Другое дело, что Майданом воспользовались преступники, подобные Порошенко и другим олигархам Украины, которые превратили её давно в собственную кормушку. Я, честно говоря, к Зеленскому отношусь с большой симпатией, и вот эти его слова о том, что давайте не вешать в ваших кабинетах мои портреты, как президент, и вешайте лучше портреты своих детей, чтобы, глядя в глаза своим детям, вы думали о том, как он исполняет долг перед народом. Честно скажу, эти слова запали в сердце, думаю, не только мне. Но это ещё Ющенко предлагал. Ну, я про Ющенко не могу вспомнить. Хотя, знаете, так, по тем временам мы так Ющенко критиковали его, но Ющенко оказался самым мирным, самым некровавым президентом Украины, по крайней мере. При нём там были разные теоретические дискуссии, но точно не было кровавых расправ. А Янукович? Как было при Порошенко, да. Ну, при Януковиче. При Януковиче возникла ситуация, которая привела к гражданской войне. Янукович прямо повинен в том, что он своими действиями, отсутствием диалога с обществом довёл ситуацию с ноября, условно, до 13-го года, до февраля 14-го года. То есть с митинга студентов, который зачем-то был разогнан дубинками, до уже перестрелок на майдане независимости, на майдане независимости в Киеве. Во многом Зеленский заложил свою программу в сериале «Слуга народа». Вот отрывок из финального сезона, который как раз крутили в дни предвыборной кампании. Давайте посмотрим. Это наша с вами Родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Я не понял, что произошло. Вам знакома теория Большого взрыва? Всё концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение рассуло, температура зашкаливала и бах! И на молекулы. Ты еще, Украины больше нет? Большого же нет. Я, Стюб, где она? А, вот, легитимная Украина. Как? Потом та самая Украина. Первая Украина. Великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. Шведская волость? Шведская волость! Бывшая Полтавская область, областная рада, пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле, 300 лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно, Василий Петрович. А что Швеция? Отмалчивается. СССР? Да. СССР. Союз свободных самодостаточных республик. Бывшая Луганская и Донецкая область со столицы Гуровки. Захид на Джорджия? Это что такое? Я думаю, вы сразу догадаетесь. Бывший президент дружественной нам кавказской страны все-таки прорвался из Польши и закрепился. Это отрывок из сериала «Слуга народа». Ром, ну его надо расшифровывать. Его надо постоянно расшифровывать для российских радиослушателей. Потому что там Захид на Джорджии, значит, западная Грузия. То есть, имейство Русса Кашвили, который прорвался, значит, через польскую границу. Но я вот считаю, что прежде чем обсуждать «Слугу народа», пусть «Слугу народа» покажут по ведущим российским каналам. Я тебя уверяю, что огромная масса наших телезрителей станет просто поклонниками и таланта Владимира Зеленского, и тех месседжей, которые заложены в этом сериале. А месседж там простой, что президент должен быть не таким надмирно всемогущим каким-то, понимаете, императором, я не знаю каким, как говорится, воплощением добра и зла. А президент должен быть слугой, который служит своему народу и служит своей Родине. Я против этого ничего не имею, против этого месседжа. Но если вернуться к жизни, Зеленский должен сейчас объединять Украину, ведь она так же расколота. Но она объединилась не Зеленским. Пока Зеленского проголосовало 76%. Они проголосовали против Петра Порошенко. Нет, они проголосовали за Владимира Зеленского. Разве это не объединение Украины? А что сделал Зеленский? Не было таких, не было таких электоральных цифр. Максим Иванович, но у него не было четкой программы. Зеленский просто показал человеческое лицо. Вот Порошенко, ну выясняется профессия в современном мире, в политике. Выясняется, что политику не надо быть там юристом, КГБшником, экономистом, там, не знаю, силовиком. Выясняется, что в современном мире, по крайней мере, в европейском пространстве, политику надо быть просто порядочным человеком, который умеет разговаривать с людьми. Это вот то, что называется популистом. И ему придется отвечать за этих людей. Конечно, разумеется. Ну так он же не один, он же ведь не в пустыне, понимаете, живет. У него есть там кого, в его распоряжении, там, Министерство внутренних дел, там, служба. Но это политика. Но политика это прежде всего отношение воль, умов, личностей, проектов, а не дипломов, которыми обладают те или иные люди. Я-то как раз считаю, что Зеленский объединил всю Украину в неприятии к предыдущей эпохе. Он, безусловно, лицо новой эпохи. Порошенко, Янукович, это люди с предыдущей эпохи. Это люди, которые, грызясь между собой, перегрызли, вгрызлись и разгрызли Украину на куски. Нам пишет Александр, про слова Зеленского, про мрази и на Донбассе помнят все. Ну, помнят все, мало ли какие слова, кто говорил, понимаете ли. А потом, как говорится, руки друг другу сжали. Мало ли, что не скажешь, как бы в горячкой. Я считаю, что политика это прагматическая вещь. Вот мы заинтересованы, и об этом говорил много раз президент Путин, в мирной Украине, которая будет нашим добрым соседом, с которой могут быть какие-то споры, дискуссии, но точно не будет смертоубийства, точно не будет литься братская кровь, русская, украинская, там, не знаю, еврейская, армянская, там и так далее. На Донбассе, в Крыму или еще где-то. Вот я считаю, что Зеленский это надежда на мир. Зеленский даже в своей речи сказал, что он готов разговаривать с Донбассом. Его речь мы еще отдельно обсудим. Еще его речь отдельно обсудим. Нам дозвонился Владимир из Перми. Владимир, здравствуйте. Как вы думаете, повторит ли Зеленский судьбу Порошенко? Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, Максим Ильянович. Добрый вечер, да. Да, ну это, наверное, будет, скорее всего, по его глубокому убеждению зависеть от американцев. Что скажет американцы, будет и делать Зеленский. Владимир, спасибо. Тем более он уже попросил США ввести санкции против России, Максим Ильянович. Ну это такая фигура речи, понимаете, потому что санкции против России вводятся точно не по просьбе президента расколотой гражданской военной страны. Санкции против России введены, вот сегодня американцы ввели санкции против производителя ракет С-300 и С-400. Это что, как бы Зеленский попросил, что ли? Нет, это не в этом дело. Это дело совсем в другом. Американцы тем самым показывают, что российский военно-промышленный комплекс на самом деле комплектуется, в том числе и деталями какими-то, которые производятся в Америке. А иначе санкции были бы бессмысленны. Поэтому какие санкции может Зеленский попросить? Это просто политическая фигура речи. Потому что понятно, что ни Трамп, ни Помпео, ни все остальные не будут ориентироваться на Зеленского в заключении каких-то санкций. Максим Ильянович, подводя итог нашего обсуждения с отсылом к «Слуги народа», выборы на Украине выиграл не Зеленский, а Голобородько, его персонаж из «Слуги народа». Нет, это не так. Выиграл Владимир Зеленский, который провел блистательную, показательную президентскую кампанию, который, между прочим, сражался против государства террористического во главе с президентом, которого обвиняют в попытке военного переворота. Максим Ильянович, вот были слова про Крым-Донбасс на инаугурации. Давайте послушаем то, что говорил Зеленский, выступая перед депутатами, выступая уже перед тем миром. Ну, а Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда. Когда будет святое на власти в России. Я не думаю, что сегодня представители Российской Федерации, я не знаю, что там, наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернет Крым. После второго тура. Ну, вот. Я не представляю, как это сделать. Это немного не тот синхрон, но все же, говоря... Ну, это синхрон еще не президент. Да, 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 это небольшая ошибка. Когда он был кандидатом. Как все-таки, вы думаете, как он будет возвращать Крым-Донбасс? Это же невозвратные территории. Я считаю... Нет, секундочку. Крым невозвратная территория, а Донбасс территория Украины все-таки. Даже Российская Федерация, согласно Минским соглашением, настаивает на том, что Донецкая Народная и Луганская Народная Республика считаются согласны... Минским соглашением территориями с особым статусом, но территории, которые формально входят в состав Республики Украина. Но не подчиняются Киеву на данный момент. И суть Минских соглашений это в поиске политических форматов диалога между Киевом и Донецком, и Луганском. Поэтому Крым, безусловно, не вернется в состав Украины. Но Крым может вернуться в состав будущего Советского Союза или иного союза народов, которые возникнут на этих государствах-лиметрофах, которые являются обломками СССР. Я-то верю в то, что в будущем мы опять объединимся на каких-то основаниях справедливости, уважения друг к другу, единых целей. Евросоюз же объединяется. Вот так же и здесь будет. А когда государство будет одно, единое, допустим, какой-нибудь реальный евразийский союз или союз свободных народов Евразии, то тогда уже будет неважно, где Крым находится. В России, в Украине. В СССР же это не имело никакого значения по большому счету. Давайте послушаем мнение Георгия Бофта, публициста, что он думает о Зеленском. У него есть шанс превратиться и во второго Ющенко, и во второго Порошенко. Эти все примеры пятым глазами. Опытов в политике у него нет. Надеюсь, что он будет все-таки более успешен, чем Ющенко. Хотя бы вот исходя из того, что он все-таки выстроил успешный бизнес, и поэтому какие-то действия будет совершать на основе здорового прагматизма. Это уже само по себе неплохо. Ющенко по многому был идеалистом. Афраинским националистическим идеалистом. Зеленский, я надеюсь, что он чуть больше прагматик. Я надеюсь, что он будет более успешен, чем Ющенко. Но гарантирует никто ничего, конечно, не может. Украина – это тяжелый случай. Это был Георгий Бофт, публицист. Максим Ильич, вы согласны? Не понимаю, почему уважаемый мной Георгий Бофт не считает Ющенко успешным бизнесменом. Ющенко сделал очень успешную карьеру в банковской сфере. И когда он выходил в политическую ипостась, он был очень успешным бизнесменом. Но я не считаю Ющенко неудачным президентом. Еще раз говорю, мне довелось с Виктором Андреевичем Ющенко общаться год назад в Париже на одной конференции, где он был приглашенным гостем. Я был приглашенным гостем. Он сам ко мне подошел и сказал, ну вот, к сожалению, смысл разговора был такой, что, к сожалению, вот так вот между нами получается, между нашими народами. Я ему сказал, Виктор Андреевич, ну вам хотя бы спасибо за то, что при вас кровь не лилась. Он говорит, да, это было так. Получается так, что Ющенковские, там, не помню, 4 или 5 лет, по-моему, 4 года, ну, были годами конфликта, упадка, там. Кому-то нравился он, кому-то не нравился. Но в целом Виктор Андреевич Ющенко был мирным человеком, который не отжимал так бизнес, понимаете, как при Нуковиче это было. Наверное, он был такой важной фигурой в истории Украины, которая могла бы ввинить куда-то дальше. Но все превратилось, вся трагедия Украины, это то, что она является собственностью, криминальной, правящей олигархической верхушки, которая, грызясь между собой, еще раз говорю, разгрызла эту прекрасную, огромную страну. Мы также позвонили журналисту Анатолию Шарию, он знаком с ситуацией, давайте послушаем его мнение. Ну, неведомо, неведомо еще, кем будет Зеленский, да. Во всяком случае, сейчас я вижу, что Зеленский остается Зеленским. Я, конечно же, без сомнения, наблюдаю знатную истерику в российских СМИ провластных. И мне так кажется, уж извините, что это спущено сверху, определенный темник один на всех, касательно того, что шило на мыло, ха-ха, посмотрите. Я сталкиваюсь с то и дело, с такими комментариями, с такими статусами, якобы шутливыми, там, знаете, высмеивающими, вообще, сам институт выборов. Я понимаю, для чего это делается вполне, понимаю, как бы, потому что, по моему глубокому убеждению, то, что я сейчас вижу, это приближение к монархии. Пускай, там, пусть оно вам нравится, дело такое. Но у меня есть свое мнение касательно Зеленского, и мы вчера, я и те люди, которые там со мной за него болели, утвердились в этом мнении, когда мы увидели его инаугурацию. Такого еще не было, это факт, я сразу об этом заявил, что такого Верховная Рада еще не видела, такого простого, ну, там начали парахаботы рассказывать, хамское отношение там к Абмину. Нет, такого простого, человеческого, и при этом, знаете, пронимающего до глубины просто спича. Такой массовой поддержки, как у Зеленского, такого скандирования там «Зеленский, Зеленский», как было вчера, допустим, я, наблюдавший все инаугурации, никогда не видел. Начали писать люди, что точно так же поддерживали Порошенко. Это ложь. Это впервые я вижу в жизни, чтобы человек так четко реагировал на желания народа, не желая ему понравиться, а просто понимая это желание. Это был Анатолий Шарий. Максим Леонидович, как вы думаете, попробует Порошенко мешать Зеленскому? Только не Шарий, а Шарий. Шарий. Правильно по-украински. Меня тоже украинцы поправляли в свое время, я это запомнил. Шарий. Для меня Анатолий Шарий является одним из самых репрезентативных журналистов по украинской внутренней политике. Я внимательно прислушиваюсь к его анализу, я абсолютно согласен с его выводом. Я считаю, что тон, который взяли в России провластные семьи относительно Зеленского, тон просто хамский и оскорбительный, и недопустимый. Посмеиваются над ними. Но, знаете, демократия отличается от управляемой вертикали тем, что в демократии люди могут ошибаться, исправлять свои ошибки, высказывать свое мнение, не высказывать, голосовать. Голосовать, как говорится, против президента, который утратил доверие. Или голосовать за того, кто вызывает их доверие. Обманываться. Но это реальная жизнь. А в управляемой вертикали, как говорится, даже если мы видим, или кто-то видит, какие-то чиновники, что кто-то делает глупость, то никогда такого не скажет. А все равно будет делать такое умное лицо и изобретать для себя какие-то формулы, объясняющие правильные действия начальства в любом случае. Я считаю, что Зеленский – это надежда не только Украины, но и России. Если Зеленский реально сможет добиться мира на Донбассе, это будет огромное достижение. Огромное достижение. Для этого я уже предложил сразу же первый день, после результата выборов, я написал в своем телеграм-канале «Макс атакует» предложение. Надо сделать Надежду Савченко главным переговорщиком по Донбассу с украинской стороны. Вот я знал очень хорошо Ирину Герасченко, которая была такой безумной, на мой взгляд, нацисткой просто, которая относилась к Донецким как к недочеловекам и показывала это и в Минске, и везде. Вот такие люди просто Герасченко не могла договориться ни о чем, кроме войны. У нее был только один тезис – на колени там. А как Зеленский будет договариваться, если не теряя территории? Что он будет делать? Во-первых, Зеленский во время инаугурации, жалко, что мы не поставили эту запись, специально, когда он говорил о Донбассе, он перешел на русский язык. Раз. Это было политически очень мотивировано, так как он актер профессиональный, он очень следит за тем, что он говорит и как он говорит. Это профессиональная техника актерской речи и актерского сознания. А актер контролирует свою речь. Поэтому переход на русский язык был не случайный. Это было политическое послание, что Украина двуязычна, по крайней мере, в концепции Зеленского. И он неоднократно говорил об этом. Он критиковал этот нацистский закон об украинском языке, который Порошенко буквально впихнул в Раду в последние дни своего президентства, так называемого. Вот. Поэтому я лично, ну я как бы не строю иллюзии, я тоже не описываю Зеленского как там, знаете, какую-то мессию. Но, по крайней мере, мы видим политика с человеческим лицом. С человеческим лицом. Это такое событие, которое мы не видели уже много-много-много лет. Будет откровение. Нам тут каких-то бронзовых бут, понимаете, предлагают в виде каких-то политических политиков. В России, по крайней мере, точно. Но вот это очень интересная тема. Он же... Власть была сакральна, а он эту сакральность снимает. Вот могут ли... Почему эта власть сакральна? Да она достала это сакрально. Эта сакральная власть является просто прикрытием для грабежа народа и для того, что какие-то там мошенники, на самом деле, и жулики под прикрытием этой сакральности набивают себе карманы, обшорные карманы, и вывозят своих детишек жить в недвижимости за миллиарды, которые украдены у народа, которые находятся за границей. В Лондоне там, или в Америке, или в Израиле, или еще где-то. Вот что такое вся эта сакральность власти. Это абсолютная выдумка. Власть не сакральна. Или она сакральна только в том случае, если она исходит от народа. Вот если народ исходит... Ну вот у Бертольда Брехта было такое стихотворение знаменитое, там были такие строчки. Власть исходит от народа, но куда она доходит? И к кому она приходит? Вот на...